Трихинеллез – это заболевание, которое вызывается попаданием в мышцы невидимых невооруженным глазом личинок гельминта – трихинеллы. Источником заражения для человека могут служить дикие и домашние животные в случае употребления в пищу сырого или плохо термически обработанного мяса. Чаще всего это свинина, мясо дикого кабана, нутрии или барсука, а также медвежатина. Восприимчивость людей к данному заболеванию очень высока, для того, чтобы заболеть, достаточно 10-15 грамм. В народе такую болезнь называют адодловатка, то есть у человека появляются отеки, боли во всех мышцах, такой типичный признак трихинеллеза, то есть мышечная боль, покраснение глаз, температура высокая, скачкообразная. Ну, конечно, при подозрении любых клинических привлений, если это обратиться к врачу. Личинки трихинеллы устойчивы к самым разным воздействиям, а потому уничтожить их в домашних условиях практически невозможно. В тушах животных они живут на протяжении 4-10 месяцев. При засолке и копчении могут оставаться живыми в глубоких слоях, хорошо переносят жарение, варку и обработку в микроволновой печи. Гибнут только при термической обработке дольше 3-х часов и при толщине куска не более 8 сантиметров. А потому проще и безопаснее от зараженного мяса избавиться, а значит санитарный контроль мяса даже с домашнего подворья просто необходим. При покупке следует просто попросить заключение овецной экспертизы, то есть там обязательно ставится клеймо при обследовании трихинеллез. То есть если такое клеймо ставится, значит это мясо гарантированно безопасное. Чтобы не подвергать себя и близких опасности, необходимо выполнять нехитрые правила – использовать в пищу только проверенное мясо и правильно его готовить. Вышеназванный продукт, который поступает в продажу в местах специально для этого предназначенных, проходит обязательный санитарный контроль, а значит безопасен, поэтому врачи советуют совершать подобные закупки на рынках или в специализированных магазинах. Обязательно мясо должно, поступившее на прилавок, пройти ветеринарно-санитарный контроль в нашей лаборатории. Сдали на анализы, проверили биохимию, сделали органолептику, какое оно, как убито, в каком состоянии. На трехинолез обязательно проверили, потому что это такое заболевание, очень опасное для людей. И дальше, после выписки ветеринарной справки, идут торговать на место. Сюда не поступает мясо непроверенное, оно обязательно должно пройти контроль. Мясо диких животных, а также выращенных на личных подворьях, тоже нужно проверять перед тем, как оно будет обработано и подано на стол. Сделать это можно как на рыночных, так и на иных пунктах санитарного ветеринарного контроля продукции в специальных лабораториях. Продолжение следует...